Какие медицинские мифы давно пора развеять к чертовой матери? Все, что связано с альтернативной медициной. Альтернативная медицина это та, про которую не доказано, что она работает, или доказано, что она не работает. Альтернативная медицина, эффективность которой доказано, называется медициной. Всегда бесело, что люди верят в миф про то, что депрессию можно побороть, если только чуток больше стараться. Блин, справиться с ней очень сложно, но пытаться все-таки очень важно. Мои родители любят мне говорить, что от блютуз наушников и телефона под подушкой, которую они, к слову, мне сами подарили, у меня будут осложнения на мозг. Так что же вы не беспокойтесь за свой мозг, ведь вы установили у нас в доме 5G Wi-Fi роутер. Я полагаю, их просто бесит то, что я часто сижу в телефоне и наушниках, и они таким образом хотят меня запугать. К их сожалению, эти запугивания так не работают. Гастрит можно приобрести, если есть острый дошек. Или если пить колу натощак. Его можно приобрести, если не кушать вообще. Так что ешь дошек, если нет другой еды, и пей колу, но не так много. Про метаболизм и то, что вес легко менять, это не для всех, правда. У меня норм все с аппетитом. Заболеваний пищевой системы нет. Не голодаю. Ем что хочу и сколько хочу. Но блин, мой вес не меняется вообще, разве что на сотни граммов. Я смог набрать плюс 5 кило только когда постоянно качался. Плюс ел гейгер и протеин. И то это заняло плюс-минус один год. Нам в восьмом классе школы, я сейчас в девятом, как раз говорили, что правая часть мозга отвечает за логику, а левая за творчество. Или наоборот, я не запомнила, не видела смысла. Самое грустное это то, что говорила нам эта учитель по биологии, работающая на этой профессии уже несколько лет. При мытье рук в горячей воде погибает больше бактерий, чем в холодной. Это миф. Нет, если вы моете руки с мылом. Мыло это щелочь и активизируется оно только при высокой температуре. 40 плюс вполне достаточно. Что зрение портится из-за гаджетов, чтений и работы в темноте, а ты можешь заработать близорукость. Мне об этом говорили какие-то родственники, несмотря на то, что я вообще немного дальнозоркая. Да и как глаз может изменить форму из-за длительной работы вблизи, если аккомандирует человек хрусталиком. Логика. Я когда услышала, что надо мыть чаще лицо и тогда не будет прыщей, решила умываться чаще. И что вышло? На третий день таких процедур у меня лицо покрылось прыщами. Я прекратила так делать и умывалась только тогда, когда было надо. Прыщи почти не появлялись. Сними солнцезащитные очки в помещении. Здесь не так уже ярко. Да, и если их так будешь носить, ослепнешь. Я постоянно в солнцезащитных очках, потому что А. Любой источник ультрафиолетового света сжет мои глаза и кожу. Б. Мои глаза выглядят жутко. Витамин С сам по себе не лекарство, но он нужен иммунной системой для борьбы. Принимать дополнительный витамин С во время болезни не обязательно, конечно, так как мы не моряки 1600-х годов плавания с его дефицитом. Но это и не лишено смысла. Что причиной аутизма являются прививки. Это не так. Причиной аутизма является повреждение участков мозга из-за недостатка кислорода при рождении. И также неправильно считать аутизм неизлечимым заболеванием. От аутизма есть лечение, и оно называется остеопатия. У меня вопрос. А как, собственно, защититься от подобных мифов? Информацию, как и правдивую, так и ложную, мы можем взять с одних и тех же источников. Как, например, этот самый Reddit. Но как люди должны распознать, что именно неправда? Я не только про Reddit, к слову. Не понимаю, почему все так удивляются дезинформацией. Например, люди думают, что сидеть на холодном полу к бесплодию. А откуда они должны взять правдивую информацию, если все вокруг противоречат друг другу? Такое могут знать только люди с точным и правдивым источником. Например, те, которые учатся на врачей. Мораль моей писанины. Люди не могут быть осведомлены обо всех мифах. Ведь точную информацию могут знать только те люди, которые получили ее из надежного источника. Например, обучаясь в институтах. Я веду к тому, что какие-то мифы люди наверняка для себя не смогут развенчать. Ведь никто не может знать все. Как диабетик задолбалась всем объяснять? Мне можно есть сахар. Инсулин снижает не только чистый сахар, но и все остальные углеводы. Например, получаемые из картошки, хлеба и так далее. Если сахар не есть вообще, уколы инсулина действительно убьют меня. Потому что снижать будет просто нечего. Самый бредовый миф. Миф 8 стаканов воды в день. Организм волен решать, сколько ему потреблять воды. Это еще зависит от вида деятельности человека за день. Ясен пень, что человек, который весь день пролежал на кровати, выпьет меньше воды, чем культурист, занимающийся в качалке. Если человек хочет пить, значит организм израсходовал около 10% воды. Моя мама верит, что глутамат натрия в приготовленных макаронах может вызвать слепото истончаемый глаз. Когда я показал ей статью в Википедии про это и сказал, что я должен употреблять его как минимум по 9 кг в день в течение долгого времени, она сказала, ну ты же не хочешь есть еду с усилителями вкуса. Мам, соль и сахар такие же усилители соленого и сладкого вкуса. Просто глутамат натрия показывает у маме. Миф о том, что если ты много жрешь и не толстеешь, внутри тебя есть червяк, который жрет все, что попадает в желудок. И поэтому ты вечно голодный, даже если за раз съедаешь тройную порцию еды. Миф, если пить напиток и есть еду, на которой есть частички слюны беременной девушки, то можно забеременеть. Серьезно? А ничего глупее придумать нельзя? Из-за этого мифа мне нельзя было попить колу из бутылки с жены моего брата. Бесит. Фитотерапия, лечение травами, безопаснее таблеток. Полнейший бред. Травы либо не работают вообще, либо содержат действующее вещество в неизвестной дозировке, что может привести к передозу или наоборот недостаточной эффективности. В таблетках эти вещества синтезированы с хирургической точностью и они в разы лучше. Бабка предлагает отвар ромашки вместо нормального противовоспалительного. Шлите ее в хоспис и лечитесь нормально. Дефибриллятор не может запустить сердце, если уже наступила асистолия. Прекращение деятельности с исчезновением биоэлектрической активности. Прямая линия, если оно остановилось. Дефибриллятор нужен для прекращения фибрилляции желудочков. Серию очень быстрых, неэффективных сокращений желудочков, нижних камер сердца, вызванных множеством хаотичных электрических импульсов. А адреналин не надо вкалывать в сердце, протакая грудную клетку. Вводят внутривенно. Адреналин в сердце, этот миф пришел из многих фильмов, но на самом деле, если взять шприц с адреналином и воткнуть его в область сердца, и то это не спасет человека. Скорее всего, недоврач промахнется, воткнув вену или еще куда-то, что вызовет внутреннее кровотечение. Не совсем медицинский, но думаю, подойдет. Витамин С не кислый, он вообще не имеет вкуса. Стереотип, что витамин С связан с тем, что мы думаем, что в лимоне больше всего этого вещества, значит, это самое вещество, витамин С, кислое. Кстати, в лимоне и цитрусовых содержится не так уж и много витамина С. Его действительно много в смородине и шиповнике, но не в цитрусовых. А еще он не помогает при простуде. Укол действует лучше, чем таблетка. Многие врачи предпочитают назначать инъекции, даже если лекарства есть в форме таблетки. Уколы действительно могут быть эффективнее таблеток, особенно в тех случаях, когда пациент в коме или ему тяжело глотать. Но во многих случаях использовать таблетки все же предпочтительнее, так как они позволяют избежать боли при введении препарата и не приводят к таким осложнениям, как абсцессы. Единственное реальное преимущество уколов – это скорость наступления эффекта. Но на сегодняшний день доказано, что, например, картикостероиды, витамины B12 и нестероидные противовоспалительные средства, НПВС, и при приеме в виде таблетки и при введении путем внутримышечных инъекций имеют одинаковую эффективность. Анкомаркеры помогают выявить рак на ранней стадии. В настоящее время анкомаркеры применяются для контроля рецидивов и эффективности лечения при подтвержденном раке. Для ранней диагностики рака использовать анкомаркеры не рекомендуется. Анализ дает слишком много ложноотрицательных и ложно положительных результатов. Иммунитет можно корректировать. Некоторые врачи списывают любые жалобы пациента от частых насморков до ломкости ногтей и волос на нарушение иммунитета. Для них главное найти хоть какие-нибудь изменения в анализе крови, а там в ход идут всевозможные иммуномодуляторы и индукторы интерферона с совершенно необъяснимым механизмом действия и неизученной эффективностью. Иммунитет – сложная система, которую совсем не просто повредить, а еще сложнее восстановить, так что прежде чем искать мифические нарушения иммунитета, нужно исключить более очевидные заболевания. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если несложно, оставляйте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я опубликую еще больше контента, переведенного на русский язык специально для вас. Большое спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok